это диск 2000 году как раз он был выпущен в момент отъезда то есть я выпустил эти диски записал музыку к фильму консатина лапушанского вот как раз где савитар участвует за заставки первого этого фильма где идет вечно савитаре то есть мы то есть такой был я стал музыкантом года в петербурге там то есть как бы такой на таком взлете я поехал дальше дальше по миру вот это здесь как раз и я когда взял с собой там количество копий когда я показывал этот диск в новом орлеане один очень известный музыкант такой бернард банчи барабанщик джон луны тоже очень известного блюзового музыканта мы с ним подружились и вот он я говорю вот такой диск барабанщик говорит это сделано в россии ну говорит качество лучше чем колумбия и груда вот в россии таки вот такой уровень мы достигли достигли мы ничего не знаем все нормально вы еще растете бери на блюзбэнд можем поговорить про контролирует что интересно или на блюзбэнд возник на базе как бы можешь сказать вторую ну если вы видите вообще в питере было может быть два джаз клуба до того как возник 3 1 был такой клуб квадрат джазовый на тайм лейтас и не было еще был клуба кошки которые просто люди тусовались приходили в окошке и там все было состояние было полный андеграунд вообще потому что там что ли выходили музыканты играет вообще какие-то то ли это был джаз то ли это было известно то есть назвать это это был такой сырец как я говорю то есть который че музыкой не стала но тем не менее многим это нравилось вот и туда ходили такие такие ребята тоже которые задумались сделать клуб они задумали вот и потом позвонили говорит вот ты не хочешь там что-то делать мы придумали новый клуб и это был такой театр кукольный театр таблическому парке назывался театр опера ку то есть такое ну как бы домик в парке уже интерес вот этот домик в парке стал первым клубом девяносто четвертом году мы начали там играть играл играл только моя группа мы приглас приглашали группа еще не называлась белину блюз-бэнд она называлась предварительное название я рассказывал про арт-клуб помните про 93 года который на канале грибоедова вот и там у меня образовалась группа и меня все прозвали поскольку я там вытворял потрясающие вещи на савитаре целые такие каденции по 20 по 30 минут на гитаре что они прозвали на забили в конце в конце я исполнял рок-н-ролл это было по филос каждого который могла быть каденция на 20-30 минут в которой этом выпрыгивал зал там я уж не помню что совершал там но все в общем всевозможные вещи для того чтобы вот и меня прозвали забили поэтому группа была lzb группа zb и вот группа zb начинала как бы играла джаз потому что на барабанах у меня тогда был гарри бакдосарян который сегодня из очень известных джазменов сегодня один из известнейших барабанных джазменов и и короче другие музыканты то есть мы начинали практически этот клуб который там уже прошла серии фестивалей где и сначала мы просто приглашали джазовых солистов разных мы как бы получалось так что lzb плюс какой-то солист мы говорили что вечер джаза и вот тогда уже начинал исполнять блюзы потому что иногда может быть хотелось играть что-то больше попеять вот и мы короче и потом уже постепенно стали подтягиваться другие музыканты то есть как бы клуб начал то есть вот так возник клуб gfc сегодня в котором мы будем тоже да да мы силы все покажем зрителям да да то есть мы вы будете свидетелями всего того чтобы о чем мы говорим но рассказывать очень много на самом деле но в общем сказать что то есть белина блюз-бэнд то есть после того как я стал обращать блюзы меня позвал голащокин я подносим он говорит ну вот надо наверное все таки как-то чтобы группа имела какое-то твое имя ну и мы назвали так белина блюз-бэнд ну то есть это это белина блюз-бэнд это так тогда когда уже мы стали исполнять уже конкретно весь концерт начал состоять из блюзов разных разных жанров и так далее то есть таким образом вот я считаю что lzb перетекло белина блюз-бэнд конкретно в 1 в 1 наш концерт вот в этом клубе который тогда назывался новый джаз-клуб тогда потом назывался олбе джаз-клуб потом он когда перешел на шпальяне он начал называться gfc клуб и значит первый концерт я считаю когда возникла группа белина блюз-бэнд в 94 году 22 мая произошел этот первый концерт так родилась эта группа сегодня она мы вот как раз празднуем 20-летие этой группы праздновали как раз 22 мая то есть 21 был концерт gfc вот так что группа существует и на фестивалях выступает несмотря на то что большой период был когда я уезжал в нью-йорк смысле как бы проект приостановил затишье да да представил свою но они участвовали в других проектах смысле музыканты группы то есть ничто никуда не исчезло и возникли новые проекты в америке ничего в этом нет плохого что на время деятельность приостановится ну вот у меня тоже такой сразу вопрос многие музыканты и чаще это лидеры групп стараются коллективы держать вот таком как сказать вокруг себя и никуда не отпускать что как вы думаете что вот эти переходы вы во многих группах участвовали были создатели группы вот по вашему опыту движение музыкантов разных коллективов это положительный момент или отрицательный момент но существуют проекты скажем контрактный проект где по контракту музыкант скажем производить каких-то у него ограничен но в таких группах скажем мы здесь конечно еще я думаю только наверно в по все это наверное вот это контракт не существует и там же вот и я приехал со своим проектом в то время со своим фьюжем проектом вот и да я как тогда мне говорит что области здесь гостиницы веру и я говорит значит вот а ты знаешь что то есть выяснилось что он играет на гитаре и что он пригласил меня домой и мысль и он говорит первый вот мой лучший джимми эндрикс и всю жизнь мечта была когда и потом мы сделали на более поздних фестивалях мы даже сделали группу а и даже есть эти записи в ю тубе где вот мы играем выступает там несколько лучших эстонских гитаристов и я киола выступает и поет песню хэндекс знаешь я на всех своих концертах никогда не волновался так как я выхожу сегодня должен исполнить песню то есть супер профессиональный певец как бы выходит исполнить там вот это записи есть в ю тубе где группа а вот на одном из эстонских фестивалей картуских исполняет вот где я киола исполняет эндрикс и на гитаре уже играет он же а мы ему там там лучше эстонские но я как тоже эстонский гитарист если член группы радар уже это будет я просто как бы перец перескакиваю временах уж простить как бы хочется вот и и потом як говорит что ну вот здорово было бы если ты мог играть ну вот у меня есть несколько некоторые проекты которые не нужно делать и потом не уже пап звонит то есть как бы и говорит ну что мы все мы едем дальше все ты работаешь нет я говорю папа не дай мне месяц проектов старик мы не можем ждать то есть так получилось что я в радар должен был играть в радаре вот весь период я там ел и работать группа радар то есть и так получилось что я из-за того что в тот момент сегодня может быть я немножко с одной стороны жалею с другой стороны получилось что я какие-то доделал свои дела в риге в тот период но получилось что я получил повторное приглашение потому что они взяли другого гитариста известного такого эстонского гитариста который кстати играл группе психа взял гитарист из группы психом и предложить взял сделал мне я хочу сказать что так интересно перетекло все вот и андрей спилдоров работал это был один из лучшим что это есть один из лучших гитаристов правда потом он приехал в швецию недавно с ним встречались тоже вот и вот он работал этот период период как бы вот радар осек ёлой они отработали и потом так я понимаю что у як ёлой начались какие-то свои внутренние разногласия не разногласия какие-то проблемы скорее всего он видимо захотел остановиться до самостоятельно или я не могу понять это был примерно восемь четвертый год когда мне звонит папа говорит слушай мы уже инструментальная группа то есть как я как без як ёлого короче по каким-то причинам решил сделать перерыв а вот перерыв делать не хотим мы делаем инструментальный коллектив и давай опять рада ну в этот раз я уже понимал потому что перед этим я это третий раз не позовут я скажу так то есть у меня был период я попал очень серьезный accident смысле очень сложная авария который я практически но это говоря уже к моменту падение возрождение чудом остались да да я чудом остался живой в этой аварии и я был весь на костылях там с проколотыми дырками ногами и лежал там по 20 часов в сутки на кровати и вдруг чудо я вижу по телевизору выступает группа радар я вижу их выступление это был как знак я вижу выступление радара на фестиваль тарту они говорят потрясающий какой-то фьюжен вещи это радар я здесь неизвестно выживу ли тяжело было вами на самом деле мысли всякие в голову приходили то есть я говорю о том что секрет и так далее светлый путь на самом деле бывает что меркнет очень серьезно вот я хочу сказать что господь видит он говорит подожди вот тебе картинка радара по телевизору радар и тут же все я никогда больше то есть то есть тут такой успех то есть вообще феноменальный успех и просто видишь ты видишь ты видишь что это да фестиваль такое супер выступление вот и и вот я потихонечку начинаю выздоравливать и буквально через пару месяцев мне звонит папа конце 84 года говорит валера радар неужели я вообще ходить еще не могу я еще палочкой он ничего но он лыжник говорит я ломался придешь я тебе там палочку вот тут у меня у него в подвале так финская баня вот тут мы тебя парил тут я тебе тут короче я приехал под новый год к папу в его такое двух трехэтажный бунгало и там у меня конкретно парил палочку мне дал показал не такое просто сумасшедшее количество концертов который там то есть который показал свои концерты сказал вот ула стенка вот вот нету но там и не пишет как я не верю нет никаких но то есть это еще отдельная тема а как же я это буду все будет как вот сядь слушай и потом на концерт едет сразу в москву через то есть под новый год и у нас первый концерт уже был смена состава радара потому что у них уходили басист того уже коллектива другой и другой гитарист смена состава и они меня и то есть получилось что под новый год и под новый год я справлял под музыку радара с 84 на 85 и писал все на ноты все чтобы сыграть все так чтобы было к этому я говорю что когда вы думаете что вы уже никому никуда да да вдруг что-то сверху и это неоднократно происходило еще раз хочу подчеркнуть что я нахожусь 9 реинкарнации что прижим поэтому я хочу сказать что очень позитивно вот но я хочу сказать что и радар получил странную страны очень какой-то страны закончилась история вот радара закончилась внезапно тоже потому конечно в моем как бы контексте она перетекла в какую-то фазу и контекст тоже но я считаю что все таки радарная распался из-за того что вся вот система распалась который потому что это была большая серьезная филармоническая система радар был востребованной филармонической группой гастролировал там объехал пол европы и короче во многих фестивалях ну наверно вы просто не знали как бы тех моментов которые руководители там был один момент там был момент из-за аппаратуры потому что аппаратура на которой работал радар филармонической пивой там то есть это четыре тонны аппаратура возилась фуры часто никто не делает но тогда буквально группа переезжает и вот и просто она вески сказал почему вот у радара такая аппаратура я вот такой момент да и насколько я понимаю директор группы радар вот наверное обиделся на все это и сказал но раз нет раз вы забираете нас загорительный синий план ну так пока пришел группе разногласий никаких не было группа была в прекрасном состоянии мы нормально как сказать коммутировались никаких не было проблем все было прекрасно и пластинка выпущена балтийский берег было восемьдесят седьмом году на апрельском заводе то есть еще винил но у нас как бы переходит в такую новую фазу мне кажется можно сделать музыкальный такой перерыв да давайте 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 подготовимся до запишем и запишем а после этого еще поговорим безусловно перерыв можно покурить что-то там еще